Учитывая, что Паша поднял мне последний документ. Это местечко, возле Верховной Рады. Вы его, в принципе, помните. Достаточно такое видео... Печальное, скажем, специфическое. Было почти разогнано. Там, где ему кручат руки, волочат. Считаю, что видео садистское достаточно. Мы все боялись, что у Никиты выбит глаз. Ну, вот сейчас, слава Богу, идет на поправку. Ну, и я хочу от лица себя приветствовать своего собрата. Потому что пан Никита теперь, по версии журнала «Газета-обозреватель», тоже аферист. У них, очевидно, Бродский, который владеет этим изданием, они с Порошенко судят по себе. Очень долго сидели рядом на одной парте в парламенте. Поэтому, судя по всему, действительно судят по себе. С одной стороны, сумма, с другой стороны, противно. А с третьей стороны, посмотрите, сколько тебя людей поддерживают. Вот я сейчас прихожу, у Никиты уже какая-то женщина подходит. Много людей вообще приходило. Слушайте, во-первых, всех приветствую. Я вас не вижу. Но, если вы видите меня, то, поверьте, я щиро благодарен всем, кто морально или фактически меня поддерживал. Всех нас. Потому что я понимаю, что поддерживая меня, вы поддерживаете и наш рух, и наши идеи. А это общие идеи наши с вами. Бо нам всем нужна новая Украина, в которой можно будет жить. В которой захочется жить. В которой будут высокие социальные стандарты, классные зарплаты. И человек будет защищена законом. Будь-яка, а не только, если она в шоломе, в бронежилете и с дубинкой и без этих распознавальных номеров. Бо поки закон захищает только их. Стосовно тех людей, которые до меня приходили. Это, в целом, было для меня открытие. Как только я попал в 17 лекарню клинической, я впервые полчаса был в таком овощевом состоянии. Был овощем, если честно. Я помню, скрозь сон, знаете. Открываю очи, стоят двое хлопцев в такой мощной статуре. И что-то меня выкладывают. И увидели, что я открыл очи. Одне око, а друге там не было видно. Кажут, вот тут вам бананы, вот тут яблоки. Я питаю хлопцы, а вы кто? Кажут, мы вот спортсмены. Кияни. Я говорю, а вы... А да, кого вы звете? Кажут, мы из Киева. Кажут, мы тут записали свой телефон. Если будет что-то нужно, телефонуйте. Кажут, если Минтит придут, телефонуйте обязательно. Это были первые гости у меня. И потом людей было много. Конечно, очень много моих друзей до меня приезжали. И из Днепродзержинска, сейчас Каминское, приезжал мой брат и очень близкий друг. И сразу просто кинув работу, приезжал. Приезжали из Полтавы, из других мест. Это было здорово. Мы общались с всеми. Все, что я слышал от людей, я намотал себе на магнитную ленту в голове. И это должно быть привидом для того, чтобы потом это проанализировать. Нарекают нам на то, что мы плохо информируем людей про свои заходы. Но это правда, мы реально пытаемся информировать. Но у нас нет той возможности, потому что у нас нет телевизионных каналов. Кто-то нас видит, кто-то нас слышит. И последним временем просто начинают нас глушить. Интересный пример. До меня приходила вчера в гости дитяная письменница. Моя очень близкая знакомая. Мой друг Лариса Ницой, которая сейчас очень обеспечивается украинской языкой. Не все там в ней однозначно, что она говорит. Но это мой друг. В любом случае я до ней ставлюсь позитивнее, как до друга. И она рассказывает, что она написала про меня пост в фейсбуке. Ну, про того меня, которого она знает. И тот пост негайно забанили. Тобто, за что? Каким образом вообще банят пости, которые просто рассказывают про людей? Там не было никаких закликов, там не было никаких зазиханий на честь права. Взяли и забанили. Так же мне говорят хлопцы, которые комментировали разные дописы, в частности негативные, где про нас, на нас лили, намагались лити бруд. Они рассказывают, что их банили. Только они начали что-то говорить, что-то писать. Я извиняюсь. Яких негайно начинают банить, и они не могут писать дальше. То есть эта система таким образом работает. И, по-друге, кияни, и не только кияни, которые приходят... Ну, киян было больше, тут просто ближе было. Легше было дойти, доехать. Приблизно 200-300 человек было за эти дни. И приходили кто-то окремо, кто-то по двое, по трое. И они зазначали, что было бы лучше, если бы мы не делали наш рух, я говорю, так как мне говорили, на участников АТО, и не участников АТО. Вони кажут, ну, уявите самі, мы хотели бы до вас разъединяться, мы хотели бы быть разом с вами, но у нас нет боевого минулого, и мы чувствуем, что мы, ну, не имеем права быть разом с вами. Это, конечно, не так, это неправильно. И если таким образом было принять наш меседж и наше посылание до общества, то это неправильно. Мы будем это управлять, потому что, конечно, без поддержки людей никакая победа не может. Кроме того, я напоминаю на том, что мы, в первую очередь, граждане Украины. Мы все, каждый, кто хочет изменений, каждый, кто хочет добиться того, чтобы политика работала на украинцах, а не против, мы все граждане, мы все вместе, мы все в одиночной обойме, мы все в одному строю. Ну что хочу сказать, ну, для бомжа ты дуже-дуже гарно говоришь. Я думаю, что ты упустил, что все те, кто был избит во время штурма, сейчас названы бомжами. То есть, причем, даже у хлопцев забирали, пытались забирать удостоверение участников боевых действий, поэтому мне пришлось, например, у них пособирать все это. Ну и потом они рассказывают, что у тебя там мало, одни проплаченные бомжи. Я сейчас говорю, для бомжа дуже-дуже подковно. Скажи, пожалуйста, вот многих побили, тебя побили особо жестоко. Как думаешь, почему именно такая избирательность? И вообще, что у тебя? Какой диагноз сейчас? Диагноз у меня не дуже страшный. Закрита черепово-мозгова травма, струс мозгу, пошкоджена легенья и око два сломаных ребра. Тобто чепуха за великим рахунком. Я сподіваюсь, что я одужу. Наслідки это не будет иметь. Нет. Я серьезно скажу, я, как только одужу, ну, как только я прийшел до тяну, как только увидел первого нашего хлопца, который до меня проехал, первое, что я в него запитал, это сколько у нас двухсотых. Не подумайте, что я не в своем понимании, просто от того штурма у меня было такое ощущение, что обязательно будут. Что убивать. Да. Что мне просто пощастило. Я задохнулся, меня мордой обличчям засунули в снег, я потерял сознание, и потом я видел то видео, когда я, может быть, немного кричу, допоможите, но на самом деле я это делаю просто для того, чтобы повернуть увагу людей. Потому что я пришел до себя, вдохновил, что я еще живой, и мне нужно было сделать, чтобы люди отгукнулись, чтобы это каким-то образом остановить. Разгон был страшный, реально. на моей старинке есть стрим, который я вел до крайней секунды. До крайней секунды. Если меня и было за что-то, то только за то, что у меня в руках был телефон, смартфон, который я там и загубил, и на этом смартфоне видно все. Все, весь час, 23 минуты, я начал делать стрим, еще задовго до того, как начался штурм. Весь штурм был очень короткий, очень яркий, и он где-то уклався, не знаю, 15 минут, напевно, не больше. Это не была полицейская операция, я постепенно про это наголошу на всему. Полицейская операция обовязково має залишать людям возможность выйти из той территории, которую защищает полиция, чтобы не было зайвых там, постраждалих. Нас зажали, всех в одном месте, то есть они просто ждали, чему мы будем отстреливать, умовно говоря, чему мы будем творить такий збройный опер, потому что они сами не знали, какой у нас план. Мы-то постепенно говорили, что мы должны работать в правовой площади, но они послали тех местников, которые были нас, которые были очень рады, что мы, на самом деле, не отстреливаемся. За ними стояли автоматники, я уверен, что они были готовы нас просто расстрелять, если будет какой-то опер. Но почему збройного опера не было? Во-первых, я вообще не видел в таборе зброи никакого раза. Знаю, что была зарегистрирована в кого-то, у меня не было. А кроме того, как бы они не выглядят, эти похитки, и эти мерзотники, которые били людей, в частности, цивильных, побили меня, и других людей. А все равно, они граждане Украины. И мы защищаемся от них, и должны защищаться до последнего. Ну, в законной площади я понимаю, что это может дико звучать, нас побили, а мы говорим про то, я говорю про то, что это граждане Украины. Но это так, они не нашими врагами. Наши враги сидят там, наверху, на посадах. Нам нужно их снимать, и сломать эти правила игры, которые позволяют... Ну, слушайте, реально, завтра будут выборы, выборы, что-то не так, будут фальсификации, прийдут эти мерзотники, просто побьют кийками тех, кто будет против, и будут снова выборы, те, которые им нужны. Ну, мы что? Ну, мы с вами граждане, или нет? Ну, это же не годится. Эту мерзотнюю систему нужно не просто там изменять, ее нужно ломать, спаливать, чтобы даже о ней не было. Нам нужно объединиться обязательно с этой задачей. Ну, смотри, вот за это время что выяснилось? Выяснилось, что было решение суда на проведение огляду, нам этого местечка, которое, я так понимаю, никто не предъявлял, а все эти избиения и по голове, с переломами, с забоями там, и головы, и конечностей, грабеж, подкидывание гранат, все это, в принципе, показывает, что, ну, среди полицейских есть люди, которые ни перед чем не остановятся, и вот, если ты помнишь, вчера был скандал, когда один из руководителей, вернее, один из сержантов полка особо его призначения, Калышный Беркут, кстати, он участвовал тоже в штурме на этом местечке, закидал гранатами машину избушников, которые его хотели взять на контрольной закупке, ну, получается, что те же самые гранаты, которые чем-то подкинули, да, они этими торгуют, и завтра, в принципе, на таком месте, во время такой разборки могут там и женщины оказаться, и дети, да и в принципе, вот, люди многие спрашивают, что делать, если фактически в стране любые попытки изменения уже наталкиваются на кийки, за то, чтобы убивать. Какой рецепт есть сейчас у Никиты Кашницкого? Словите, я, звичайно, не маю давать такими универсальными рецептами, но, на мою думку, не мы первые, кто это проходил, другие страны, другие страны, другие страны были в таком положении, метою мае бути объединение. Мы должны объединять разумные люди, которые чувствуют в свою ответственность за свою страну, должны объединяться. И мы предложили формат такого объединения, это Сила обороны Украины, которые должны объединять патриотов, людей небайдужих, которые готовы тренироваться и вставать до лав этих громадских подразделов, для того, чтобы в разе необходимости давать Путину, если он начнет атаку, а порошенковские генералы будут подыгрывать ему, заманивая наших бейцов в новые котлы, отступающие от кордона, как силы территориальной обороны. По-друге, как силы, которые будут в змозе взять под гражданский контроль те же самые виборчие дельницы, если там будут четвертые и прямые фальсификации. А до этого идет это. Ну, слушайте, знов таки, я поблагодарю, мене питает адвокат, когда я пишу заяву про злочин, рассказываю про тот момент, когда меня побили, адвокат питает, или предъявляли вам полицейские ордер и или они представляли, понимаете, они должны представиться перед тем, как бить нас по голове, там, женок, которые там у нас стояли, они не представляются, они просто бьют, им дали все повноважения, им сказали, бейте, штурмуйте, вам будут за это нагороди, так же им скажут, когда будут выборы, потому что эти покидки, которые у влади, они ни перед чем не останутся. То формат цели обороны Украины, который мы запропонировали, и наши хлопцы были на этом месте с этими шевронами, мне кажется, довольно универсальным и классным, действительным способом. Нам нужно объединиться именно в такие гражданские формулы. Да, 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 это подраздели самозахиста, это очень важно, потому что мы должны себя защищать. Ну да, ситуация показывает, что и граждане, и сама Украина, они явно нуждаются в обороне, и если почти пять месяцев держали, ну сколько там, максимум 150 человек центр города, и там фактически была территория свободы, если 150 максимум человек, это максимальное количество, которые были на блокаде, и держали, идут и блокады, то что мы можем сделать, если у нас будет там 500-1000? Поэтому сейчас активно к людям обращаемся. Дружи, тут много жёнок, в том числе, тебе желают одужить, передают приветы. Скажи, пожалуйста, ты к какой относишься к категории мужчин, которые 8 марта признают или нет? Слушайте, я жёнок, которых я очень люблю, я до жёнок ставлюсь очень позитивно, я люблю вас всех, но я с всеми 8 марта я сам спрашиваю, вы святкуете 8 марта или нет? Потому что это очень опасно, кого-то приветствуешь, а тебя побьют за это, скажут, ты что, не можешь это святать, а кого-то не приветствуешь, и вся жена образуется. Поэтому, те, кто считает это святом весны, мира, счастья и надея на светлое будущее, я хочу побажать этот светлый день 8 марта, всего наибольшего, правильных человек поруч с вами, и правильные государства вокруг вас, которая вас защищала. Ти жёнки, которые считают 8 марта никаким не святом, а какого-то там рудиментом радянского строя, я хочу сказать, слушайте, все равно весна началась, и уже не остановишь. Это нам кажется сейчас, что ее нет. Но она есть, еще будет несколько дней, и будет тепло, и снегу не остается. Это всегда так бывает. Я вам желаю, чтобы мы с вами дожили до того момента, и чтобы с них сошел из всей Украины, и чтобы тут была, ну, справжняя наша батьковщина, в которой нам было бы чудово, красиво, счастливо жить, и чтобы мы с вами не турбовали за наших детей, и за их будущее. Я думаю, что это главное. Ну, хотелось бы сказать, что на этой мажорной ноте хочу закончить свою трансляцию, но долг мешает. Много людей спрашивают, каким образом можно приеднатись к дорогу вызывания в Полтавской области, с которой ты сейчас где-то руководишь непосредственно рухом, или до силы обороны Украины в Полтавской области. Что делать? Звонить куда-то, писать личку, приходить куда-то, может на почту, что посоветуешь? Я могу дать свой телефон, будь ласка. Я могу его проговорить, вы мне телефонуйте. Я могу запропоновать зайти на мою страницу в Фейсбуке, но пока в таком формате мы працюем, у нас, на жаль, Курченко давал что-то слишком мало грошей, мы даже сайт свой так и не створили. Это нужно, конечно, управлять эту ситуацию. Или Курченко, или Коломойский, я уже забыл, кто там грошей нам не давал. Фейсбук Никита Кашницкий, телефон? Телефон 095-538-5057. Но я думаю, что писать можно и мне, и Семену, и Егору. Мы все открыты для общения. Или на старинку руху вызывания в Фейсбуке. Или на старинку руху вызывания в Фейсбуке. Ну и остальное. Я тут бачу, масса людей, зашло тебе знакомых. Вон, позывной Брест. Александр Федорченко с домашнего ареста за тобой наблюдает. Он у нас под домашним арестом, потому что, когда его пытались забить ногами те же Беркута на суде у Труханова, он вытащил нагодной ствол, который ему Аваков дарил еще. Ну, парень вышел из Оловайска с боями. Они вместе с побративами подбили несколько единиц боевой техники. и сейчас он находится под домашним арестом. Он уже машет. И, посмотрю, Анатолий Виногродский есть тоже. Он сидит под домашним арестом в Мариуполе. В общем, короче, все тебе привет передают. Одужий. Дякую, друзья. Вы земной, я с вами. Я впевнен, что мы переможем. Слава Украине! Героям слава!